Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своей коллекцией нюдовых помад, также карандашей. Если вы не знали тренд на такие бархатные, красивые, нюдовые, нежные, даже чуть коричневые губы, в этом году просто на пике популярности. И насколько я знаю, это Kylie Jenner, именно тот человек, который внес эту тенденцию в массы, и ее губы просто потрясающего цвета всегда, и помады просто обалденно смотрятся. Давайте рассмотрим все, что есть у меня в коллекции. Здесь также будут аналоги популярных помад от Kylie Jenner. Первая жидкая помада, которая у меня сейчас на губах, это помада от Milani, и оттенок у меня 10-й Adorable, и это суперстойкая помада, она суперматовая, и она засыхает прямо вот как только вы начинаете наносить, поэтому наносить ее надо быстро. И сейчас у меня на губах, если вы видите, она переливается, все потому что я сверху, как только она высохла, нанесла гиеническую помаду толстым слоем, потому что эту помаду довольно-таки некомфортно носить на губах, мои губы и без того сухие, она ужасно сушит, и она может впадать в складочки и подчеркивать все складочки ваших губ, и это будет смотреться не очень красиво, поэтому с ней довольно-таки тяжело мне ходить, у меня ужасно сохнут губы, но цвет просто обалденный, и она мне больше нравится в таком виде, как сейчас у меня на губах, то есть гиенической помадой сверху смотрится очень красиво, и это, кстати, такой бюджетный аналог популярной помады, которую выпустила Кали Дженнер в оттенке Candy K. Следующие две помады также имеют такой бархатный классный финиш, они матовые, и они застывают на губах, но в отличие от помады от Milani, они более бархатные, это известный Soft Matte Lip Cream от NYX, у меня два цвета, первый у нас Такголь, сейчас я покажу, как он выглядит, он настолько бархатно смотрится на губах, он не так сушит губы, как помада от Milani, и это такой цвет, который подойдет абсолютно всем, очень хорошо ощущается на губах, и я бы сказала, это такой бежево-персиковый нюд теплого подтона, и на губах это смотрится супер естественно. Второй цвет, это оттенок Abu Dhabi, и это уже такой коричневый, тоже теплый оттенок, и на губах, кстати, он смотрится очень-то же красиво, я думала, что я буду выглядеть, как какая-то годка, на самом деле не так, очень красивый цвет, и это также бюджетный аналог, одной из помад, которую выпустила Кали Дженнер, это уже аналог помады Dolce K. Далее перейдем к обычным помадам, и я хочу отметить две помады супер нюдового классного цвета, и это Maybelline, и это их серия Color Sensational, у меня два оттенка, первый очень известный, Choga Cream 715, и во-первых, хочу отметить, что эти помады супер кремовые на губах, в отличие от предыдущих жидких матовых помад, эти не матовые, они дают такое классное увлажнение моим сухим губам, они их не сушают, и это классно, очень красиво смотрятся на губах, и они пахнут просто обалденно какой-то ванилью, либо шоколадом, и Choga Cream такой светлый-красивый бежевый оттенок, нейтральный, я бы сказала, но он может выбеливать ваши губы, если у вас губы сами собой темнеет, то, конечно же, это будет смотреться довольно-таки бледно, но иногда окажется такое ощущение, что губы стираются с лица, поэтому надо смотреть индивидуально, придет ли вам именно этот цвет. Следующий оттенок, это такой уже темный, это также в стиле Kylie Jenner, и у меня оттенок 630, и это такой уже цвет, который называют Mauve, то есть это такой глубокий бежево-коричнево, такой даже фиолетовый оттенок, конечно же, он не смотрится на губах фиолетовый, но он такой как бы сливовый, разбавленный коричневым, очень красиво, и мне этот оттенок даже нравится больше, чем Choco Cream, он выделяет губы, они выглядят выразительно, но не ярко, но зато у вас присутствуют губы на лице, и это смотрится очень красиво и как-то современно. Оттенок такой бежевый, именно уже не бежевый, а даже розовый нюд, очень красиво смотрится, мне кажется, на любых губах, чуть с оттеновым таким отливом, это Rimmel Airy Fairy, 070 номер, и я думаю, что об этой помаде знают все, она пахнет просто обалденно, и это такой идеальный, красивый нюдово-розовый цвет, он темнее, чем Choco Cream, потому что есть такой розовый оттенок уже, а не бежевый, но также это не какая-то темная помада, не сливовая помада, и близко нет, и она смотрится очень красиво на губах, и мне кажется, такой какой-то свадебный даже цвет, подойдет в невесте, или подойдет просто, как хотите, подчеркнуть ваши губы, сделать их такими чуть-чуть розовыми, но в то же время оставить натуральными. Причем какая-то последнюю жидкую матовую помаду, она самая темная из всех, потому что обладает таким розовым цветом, но мне хочется отнести ее сюда, потому что она также смотрится нежно и красиво, и это уже Rouge Edition Velvet, и это Bourjois нашумевшие помады, и они стоят своих денег, единственное, что у них, в отличие от всех других матовых жидких помад, у нее очень вкусный запах, она очень неприятно пахнет, но у нее одно из самых таких, как бы, комфортных нанесений, она действительно бархатная, в отличие от того, даже она приплевывает NYX, я бы сказала, NYX Soft Matte, она сейчас в губах более матовая, более мягкая, более приятно наносится, и более красиво выглядит, но запах, конечно, у нее один из самых худших. На счет стойкости, все-таки не побить ей стойкость Milani жидкой помады, я нанесла ее здесь, вы можете видеть, что это самый яркий цвет, такой розовый, но в то же время он не такой яркий, это не фуксия розовая, это довольно-таки красивый оттенок, конечно же, это подойдет на день, и это подойдет больше на вечер, и мне кажется, это такой летний оттенок, поэтому я его именно хотела включить в это видео. Ну, напоследок, давайте я вам покажу три карандаша, которые также очень классных оттенков, и один, первый карандаш, который я вам покажу, он всем очень известен, но они изменили формулу, и карандаш очень, очень-очень сухой, и по губам, конечно, он их ужасно травмирует, и тяжело рисовать, и это карандаш в оттенке 11, по-моему, он назывался In The Nude, да, In The Nude, и это карандаш от Essence, и это такой вот чисто бежевый натуральный оттенок, и на губах он смотрится очень красиво, но только в том случае, если я нанесу толстым, жирным слоем сначала геническую помаду, тогда это смотрится более естественно, оттенок смотрится более такой кремовый, губы смотрятся такие более напитанные, живые, как будто на них даже совсем ничего не нанесено, они просто совсем чуть подчеркнуты, и это красивый такой нейтральный оттенок, я бы сказала, придет очень многим девушкам, но ни в коем случае не пытайтесь наносить этот карандаш на сухие губы, если у вас есть хоть малейшая сухость зуб. Второй оттенок, это моя несравненная любовь, и это можно видеть по размеру этого карандаша, я точила его абсолютно весь, и я не могу найти в магазинах, где вообще еще такие карандаши, и это карандаш от Catrice в оттенке, я могу ошибаться, уже номерок стерся, но это было What Would The Rose Do? Я оставлю вам название всех помад внизу под видео, инфобокс, находите туда и смотрите. Это обалденный такой розовый цвет, и на моих губах он смотрится, вот вы видите второй, на моих губах он смотрится очень красиво, это такой розовый с нейтральным подтоном, то есть он не холодный, он не теплый, он смотрится вот как надо на моих губах, подходит к моей внешности идеально, и ну вы видите, да, сколько я использовала. Ну и последний оттенок, это уже такой самый темный карандаш из всех, но также красивый, и это уже у нас 204 оттенок от марки Golden Rose, он очень супер кремовый, супер мягкий, в отличие от всех предыдущих, он самый мягкий карандаш из вот этих вот троицы, которые я вам показывала, и это действительно такие темные, насыщенные коричнево-сливовые губы, даже больше коричневый, такой теплый оттенок, красивый, и это такой трендовый цвет, я бы сказала, и вот так он смотрится на губах, здесь, конечно, может быть не видно, что он такой прям коричневый, он больше дает таким как бы породово-сливовым, но он смотрится супер на губах. Девчонки, на этом все, я вам рассказала и показала всю свою коллекцию, мини-коллекцию нюдовых помад, карандашей, если у вас есть какие-то суперские любимчики, которые можно подписать в эту категорию нюдовых помад, пожалуйста, ставьте их внизу, мне будет очень интересно почитать. На этом все, всем пока-пока и до скорых встреч!